Всем привет, друзья! Друзья, с вами Михаил Шилов, автор проекта Корректура.ру. Серия видео о работе с молотом. Меня очень просили записать упражнения с молотом о моей подписчике. И вот так как это не кривиальный вопрос, а довольно большой, я решил записать целую серию видеоподкастов на эту тему. То есть, что, зачем и почему. Что это за упражнения такие, что это за снаряд, и что с ним вообще можно делать. Можно часто видеть в спортивных клубах, где ребята занимаются ММА, боксом, просто кроссфитом, как они лупят по покрышке здоровой кувалдой. Наверное, побольше или поменьше, чем это. Но, значит, тем не менее. И люди со стороны, которые не понимают, чем это занимаются. Людям заняться нечем. Уж что только не выдумывают. Лишь бы чем-то позаниматься. Лишь бы заколебаться. Чем бы солдат не занимался, лишь бы достался. Вот и здесь такая же тема они считаются. На самом деле, молот – это один из прекраснейших снарядов, особенно в подготовке файтера. Причем в подготовке комплексной. Здесь рассматривать можно следующие вещи. работу на выносливость, на функциональную подготовку, на специальную физическую подготовку, проработку зубчатых, косых мышц, мышц хора, на подготовку ртаторной манжеты, плечо-лучевой с мышцами и так далее. В сегодняшнем видео я расскажу об самом типичном упражнении с молотом. Это удары по покрышке. Они бывают разные, в зависимости от того, какой молот, и в зависимости от того, что мы решили проработать на самке. И покажу пару вариаций, как это делать. Первое – это, конечно, молот самопосредственно. Они бывают разные. Бывают на легких рукоятках, на пластиковых или на деревянных, и на конце находятся кувалы. С таким молотом работать, по идее, легче, потому что он сам по себе легче. Как его подобрать? Подбирается молот эмпирическим путем исключительно. От уровня подготовки зависит. Если неподготовленный человек возьмет тяжелый молот, он у себя очень быстро заработает на травму, потому что полимерическая нагрузка на связки и на сухожилия, а также на суставы при работе с молотом очень высокая. Также велика нагрузка на позвоночник. Вот. Этот молот, который у меня, это я сделал его сам. Купил я в магазине кувалду 9-килограммовую и наварил ее на трубу, на рукоятку, значит, весом 3,5 килограмма, то есть 12,5 килограмма весит этот молот. Какова длина рукоятки? Длина рукоятки такова, что она доходит, когда стоит молот на земле, до сплетения, до солнечного. Почему я выбрал именно такой размер? Ну, это размер боевого молота со средневековья. То есть таким, которым вообще пробивали любые доспехи, но, разумеется, чтобы обладать таким оружием, человек должен был обладать недюжиной силой и огромным здоровьем для того, чтобы на протяжении боя махать, даже хотя бы одного поединка махать таким молотом. Я уж не говорю про то, если это какой-то длительный по продолжительности бой. Вот. Ну и, соответственно, мне захотелось, чтобы сам снаряд мой как бы соответствовал еще и прикладному характеру, как это было у воинов, которые использовали такой молот, как, значит, к оружию. Вот. Ну и вот. Значит, первое. Удары по покрышке. Какие аспекты мы можем проработать при ударе по покрышке? Ну, первое, везде. Когда мы бьем по покрышке, конечная фаза – это полиметрическая работа, когда молот удаляется, вернее, сопровождается, он отпускается вниз до удара по покрышке. Здесь происходит мощный форсированный выдох, происходит мощное напряжение сопровождающих мышц и подключение большого количества дыхательных мышц, соматических. Это зубчатые мышцы, косые, межреберные. Вот. И происходит синхронизация пиковой нагрузки на удар и максимально сильного выдоха, что очень важно в подготовке файер. это практически происходит в самой настоящей теме. Причем происходит в том положении тела, собранные плечи, сжатая грудная клетка, как это происходит при ударе или при блоке. То есть, это очень, как бы, характерно, вырабатывать верный, правильный такой навык для ударной подготовки. А вот как выносить молот и как опускать, вот тут уже целая тема. Смотрите. Ну, молот можно захватить по-разному. А длины рукоятки самозависит, безусловно. Если рукоятка короткая, выбор здесь, конечно, невелик. Если рукоятка длинная, вот как у моего, здесь очень богатые вариации того, как можно правильно поступать, вернее, как можно поступать и что делать. Если мы при выносе держим ведущей рукой, ведущая рука, это та, которая ближе к кувалде, значит, чем мы ближе к кувалде держим, значит, тем, соответственно, больше мы используем силу рук. Потому что, если мы держим ближе к краю, мы разгоняем его при подъеме, фактически даем ему снизу толчок, он по инерции уже пролетает вверх, и мы со середины фазы уже ведем его по инерции только направляя его туда, куда нужно. Если же мы держим молот ближе к ручке, мы на всем протяжении вынуждены поднимать его. То есть, ведем его. Мы его не разматываем по одной инерции и на длинной рукоятке не используем с отробежную силу молота, чтобы выпалить его вверх. Вот. Опять же, какой, наверное, важный момент. Если мы обращаем молот по амплитуде по большой выносяльнике, то у нас очень сильно у ведущей руки работает ротаторная манжета. Мы под нагрузкой прорабатываем весь плечевой сустав, причем он в амплитуде большой. Вот. Что позволяет стабилизаторы плеча и мышцы ротатора хорошо прорабатываться, что, опять же, важно для файтера, для всех ударов, для кроссов, свингов, хуков, чтобы плечо не вылетало, когда мы вынуждены поднимать его, чтобы закрывать подбородок в своем ударе. Поэтому этому упражнению очень нужно. Для этого мы делаем амплитуду почти на прямой ведущей руке. То есть, прямая рука почти ведущая. Таким образом. Если же мы хотим проработать мальдовидные мышцы, клювовидные мышцы и плечо-локтевую, плечо-лочевую, то мы, значит, молд не по амплитуде ведем, вот так вот, за задницей. Поднимаем его, наступим руки, и потом не спускаем. То есть, поднимаем носок. Вот так вот. Если вы делаете, предположим, 30 или 50 ударов, фактически вы вынуждены поднять вес в 12 килограмм. Сначала, как говорится, на бицепс, подержать его на плечо-лочевой, потом поднять его вверх. И потом лишь опустить вниз. Очень сильно нагружается плечо-лочевая мышца, на самом деле плечо. Где-то подключается, трапециевидно. Здесь прорабатываются эти вещи. Конечно. В выпускающей же фазе, как я сказал, уже прорабатываются соматические, дыхательные мышцы крупных. Вот. Такие вот аспекты прорабатываются при ударе кувалдой вниз, при ударе молотом вниз. Для того, чтобы подключались еще мышцы, ответственные за ротацию корпуса, за ротацию корпуса. Можно делать не просто во фронтальном положении удар, когда мы ставим ноги на ширину плеч и наносим удар с одной стороны, с другой, с одной, с другой. А еще можно делать выпад на одну ногу вперед, одну именно с шагом, на другую ногу вперед с шагом. Либо разноименный вариант. Такая левая нога спереди. Бьем везущая правая рука. И наоборот. Таким образом. Я сейчас это все покажу. Эти все вещи можно очень даже хорошо применять. Обязательно последите за следующими видео. Я обязательно покажу там, что с молотом можно работать без ударов по покрышке. Молот сам по себе. Прекрасный снаряд для работы, для статики, для динамики, для плеометрики. Изометрической работы. Просто динамической работы. Потому что его, так сказать, синтетрия и длинный рычаг нагрузки позволяет выполнять упражнения на стабилизаторы, на любые мышцы в таком режиме, в котором на обычных тренажерах. Сделать это невозможно. Ну а теперь давайте я быстро покажу, как можно прорабатывать удары по покрышке. Вариации. Первое. Давайте вот так вот. Ноги на ширине плеч, или даже шире. Кувалду ближе к кувалде. Другая рука, она может быть... Эмпедически это подбирается. Чем ближе я ее держу к концу, тем, соответственно, больше рычаг, тем, соответственно, выше нагрузка. Здесь я двумя руками помогаю. Здесь у меня приходится больше работать одной рукой. Почему? Потому что, знаете, работаю одной рукой, а это рука. Фактически она остается на месте. Чем больше расстояние между руками, тем, больше ведущая рука работает. При этом относительно неподвижной, сопровождающей. Если же я беру поближе, я работаю уже двумя руками. Держите одной рукой, вы практически делаю замах, поднимаю вал вверх, а рука правая, она, как у меня была нанесена, она практически движения не сделала. Если посередине, мне уже двумя руками приходится поднимать. Максимальная амплитуда такая, она позволяет хорошо проработать ротаторную манжету, как я и говорил. Выглядит вот так. Если же мы хотим проработать дельтовидную мышцу, плечо-ручевую, мы поднимаем ее не с разгона за задницу, а сбоку и даже почти перед собой. То есть вот здесь. Чуть-то в сторону. На согнутой руке. Бицепс. Так. Ну и вот. А если мы хотим еще подключить мышцы, скручивающую корпус, то два варианта. Первый. В одноименном выпаде, одновременно с левой ногой, и ударка до ведущего колебля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может быть. Разноименный вариант. Когда спереди левая нога, ведущая рука при этом будет правая. Более сложный вариант, когда длинная рукоятка. Разлить за тем, чтобы рукоятка не удуперлась вам в живот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот. Такие вот основные вариации. Пробуйте. И смотрим обязательно следующее видео, где я вам покажу, как прорабатываются мышцы кора. С молотом. Без ударной техники. Всем пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok